Ладно, я вас не трону, пойду посмотрю, что у вас там в холодильнике. Слышите, он походу реально полез в холодильник. И что будем делать? Ну не кормить же его теперь постоянно сырым мясом. Ты думаешь, он поест-то не уйдет? Ну а ты бы и ушел из дома, где тебя кормят на халяву. Вот и я бы тоже не ушел. Значит, нам надо с ним расправиться. Ну все, тебе капец кричатина. На тебя напал самый злобный лис в мире. Жесть, я никогда не думал, что наш кожух такой кровожадный. Ага, всегда был такой няшной собачкой. Сами вы няшные собачки, а вот мы не няши, мы грозные лисы. Красава братела, ты сожрал чудовища целиком. Да ну, перестаньте, каждый из вас еще сможет это сделать. Я так понял, этот кролик сбежал из жуткого зоопарка не один. А что это за шум на улице? Капец, парни, он реально был не один. Коржик был прав, нас ждет вкусные беты за аномалии. Выходите, уроды! Где наш кролик? Что вы с ним сделали? Вам капец! Черный-черный кекс, лиса нищей ночи, ужаско за бест, мчусь на крыльях ночи. Всем коржачий привет! Я черный лис, я ужас летящий на крыльях ночи. Меня зовут Корги Кекс, и я второй в России Корги видеоблогер. Мое полное имя – Великий Принц Кександр 14. Но те, кто на меня подпишется, могут называть меня просто Кекс. Я брат Корги Коржика, и с нами живут еще две дворняшки – Хаски-бандит и Бублик. Если ты не подпишешься на мой канал и не поставишь лайк, то они придут к тебе ночью и укусят собачок! Хе-хе-хе-хе! Так, чудовище, вы бы не могли немножко подождать. У нас тут есть пара срочных дел. Какие еще дела? Мы хотим знать, где наш братец Кролик. Да погодите вы пять минут, сейчас со всем разберемся. Парни, и что будем делать? За аномалией под окном настроены очень агрессивно. Я, блин, даже не знаю, каким сказать то, что Коржик сожрал этого кролика. Да уж, ситуация. Надо думать, как будем выкручиваться. Давайте перед тем, как думать, сначала покушаем. Блин, Коржатина, ты только что сожрал огромного кролика. Куда еще кушать? Вообще-то у меня уже живот начинает побаливать от этого кролика. А в нашем корме Сириус есть специальные пробиотики, которые улучшают пищеварение. Кстати, о пищеварении, парни, у меня для вас загадка. Самая вкусная и полезная еда в мире. На С начинается, на С заканчивается. Так, так, так. Хм, очень трудная загадка. Что же это за еда такая? Надо подумать. И вкусная, и полезная, говоришь? Ага, очень вкусная и полезная. Текст ты задал невероятно сложную загадку. Боюсь, что мы не справимся. Для того, чтобы ее разгадать, нужно быть академиком не меньше. Че, серьезно? Или вы так надо мной прикалываетесь? Хе-хе-хе. Конечно, прикалываемся. Неужели ты думаешь, что мы будем думать над ответом, какая еда самовкусная и полезная? Да еще на С начинается и на С заканчивается. Конечно же, это наш вкусненький корм Сириус. И мы вообще-то в последние пять минут говорили о том, что надо его покушать. Но блин, это не честно. Вы отгадали. А я старался, я придумал загадку. Хвостатая сарделька, не расстраивайся. Надо было просто по-другому загадать, чтобы мы помучались. Например, что можно сделать из нескольких видов отборного мяса, экологически чистых овощей и полезных пробиотиков? Хм, а что можно сделать из нескольких видов отборного мяса, экологически чистых овощей и полезных пробиотиков? Я что-то не пойму тебя, брателло. Так, ну ты что, совсем ку-ку. Хе-хе-хе. А я вас тоже развел. Конечно, я знаю, что именно из этого всего можно сделать наш корм Сириус. Вот другое дело. А теперь дружно идем лопать нашу отгадку. Не, все-таки надо было еще по заковырить и загадать. Например, назвать вам цвета мешка нашего корма Сириус или описать запах. Вы бы точно не отгадали. Брателло, вот ты наивный. Все, что касается нашего премиум корма Сириус, мы отгадаем с первого раза и с закрытыми глазами. Потому что наизусть знаем, из чего он делается и как упаковывается и как он пахнет. А еще мы знаем, насколько он полезен для нашего здоровья. В общем, все, что касается загадок о корме Сириус, тут у тебя без шансов. Не ту тему для загадок ты выбрал, лопухи-гномик. Ну все, теперь начинаем думать, что сказать тем стрёмным чудовищам за окном. Я думаю, что надо пригласить их в квартиру. Пинся, а ты хоть ее нормально проводил? Он там ручкой помахал, обнял на прощание. Кого я должен был проводить? Ты что несешь, Бубленция? Я про твою кукуху, которая от тебя уехала. Ты что, реально хочешь пригласить тех чудовищ в квартиру? А ты что, хочешь, чтобы все соседи увидели, как мы жестоко расправляемся с зооаномалями? А вдруг из них кто-то состоит в обществе защиты зооаномалей? Тут же прибегут шизанутые зоозащитники и устроят нам тут демонстрацию под окнами. Оно нам надо? Пенсия прав, лучше все сделать по-тихому, у нас в квартире. Бублик-ютублик, иди зови этих зооаномалей. Чуваки, короче, мы освободились и готовы ответить на ваши вопросы. Так, отвечайте, что вы сделали с кроликом? Давайте вы подниметесь в квартиру и мы здесь вам все объясним. 63 на домофоне наберите. Ну и что, где же наш братец-кролик? Он наш друг, и после того, как он пошел к вам в гости, он больше не выходил на связь. Отвечайте, что вы с ним сделали? Ну вообще-то ваш кролик сюда заявился в образе мультяшной собачки. А потом я магией вернул его настоящий облик. И он вообще-то нас хотел сожрать. Он тут нас пугал, что очень любит собачанинку на завтрак, обед и ужин. Мы с этим были категорически не согласны, и поэтому мне его пришлось сожрать. Что? Но это невозможно! Он гораздо крупнее тебя! Я вообще-то магический пес, поэтому я его сначала уменьшил до размера сосиски, а потом сожрал. Хе-хе, вот такой получился прикол. Полосатая сосиска сожрала зубастую ушастую сосиску. В этом нет ничего смешного. Кролик был нашим лучшим другом. За что вы с ним так? Не, я не понял. Мы что, не должны были сопротивляться, а должны были позволить какому-то стремному кролику слопать нас? Ну уж нет. Да никто не собирался вас лопать. Просто у нашего кролика необычное чувство юмора. Он шутил. Он вообще-то пришел просить вашей помощи. Чего? Нифига себе шуточки. Вы его зубы видели? И почему тогда он не попросил нашей помощи? Наверное, потому что не успел, а вы его сразу сожрали. Бред какой-то. Он не выглядел как тот, кому нужна помощь. Вообще-то нам всем нужна помощь. Наши друзья сидят в вонючих клетках в обратном мире, и только вы можете их спасти. Такие еще друзья, такие же стремные чудовища, как вы. Ну вы для нас тоже выглядите как стремные чудовища. И вообще нельзя судить о личности по внешности. Мы отправили кролика договориться с вами, чтобы вы помогли нам освободить других за аномалии из жуткого зоопарка. А вы оказались еще хуже чудовищ из обратного мира. Съели самого милого из нас. Да блин, откуда мы знали, что вам нужна помощь? Ваш этот кролик вел себя как последний козел. Вот я и слопал его. Братрелла, блин, мне сейчас почему-то стало жалко кролика. Верните нам нашего брата. В смысле верните? Коржик его слопал. Уменьшил и слопал. Ну, вообще-то есть валик вернуть его. Давным-давно крутые детки, когда сажали детей матери мегафон, потом смогли вернуть их. Каким это образом? Ну, естественным. Дело в том, что чудовища это ж не обычная еда, и не сразу перевариваются в кузяках. Вот почему у меня живот побаливал. Стоп, ты хочешь сказать, что я должен поставить дизлайк и вернуть кролика? Как бы это кринжово не звучало, ну да, Коржик, все именно так и есть. Вы знаете, как вернуть нашего братика? Верните нам его скорее. Эм, боюсь, парни, что Коржику все же придется пойти на этот шаг. Мне тоже стало жалко кролика. Да уж, докатились. Ладно, ждите здесь, я пошел в санузел. Развлеките их тут, пока я там заседаю. Так, Жоу-Намали, пока там Коржик ставит дизлайк, можете телек посмотреть. А у вас есть какие-нибудь видосы про зоопарк? Да, нам бы хотелось посмотреть, как у вас устроены зоопарки. О, а я знаю, что вам показать. Когда Коржик был маленьким, бандит и Бублик повели его в зоопарк. А, это там, где я с тигрицей целовался? Прикольный видос, включай, я тоже с удовольствием посмотрю. Папася, смотри, там мелкий кролик, давай его сожрем. О, это и есть ваш тигр, его надо за нас кусать. Не, это какой-то лох с рогами. Но упустить его можно, иди сюда, кусь. Да ты охренел? Бум! Капец! Совсем волчары оборзели, нападают на мирных травоядных. Ой, ну че ты начинаешь, нормально же общались, это мы Коржику показываем диких животных просто. Ага, они меня собирать хотели. Ой, они и меня всегда сожрать грозятся, это они так шутят. Слышь, лошары с рогами, как у вас тут дела? Как ты меня назвал, Ванючий пес? Повтори. Отец, это какое-то неадекватное животное, нечего с ним болтать. Пошли на обезьян попялимся. Здорово, обезьяни! Что, никак не можете в человеков превратиться? Хе-хе-хе-хе-хе-хе! А они реально похожи на человеков, только волосатые. Ты просто волосатых человеков не видел, они даже хуже обезьян. Я никакая не обезьяна, я людь, я настоящий людь, но никто этого понять не хочет. Все обезьяни шандарахнутые, правильно говорить не люди, а человеки. Вообще русского языка не знают. Ужас! А у этой обезьяны красная попа, он что, болеет? Да, это страшная болезнь, красножопость. Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Приду к тебе укушенным, укушенным приду, приду к тебе укушенным, укушенным уйду. Местный поэт, что ли? А что у него там торчит? Так, Коржик, пошли отсюда, тебе еще рано это видеть. И человеки реально платят деньги, чтобы на это посмотреть? Но мы же тебе всегда говорили, человеки очень странные существа. Есть чего! Отстань от нас, наркоман несчастный! Ничего не меняется, он вечно тут сигареты у посетителей просит. А вот это Коржик, олень. Настоящий, красивый какой. Привет, олень. Привет, парни. Как дела? Все нормально, как сам. Вот приятно же с ежедневным животным пообщаться. Это еще один лошара с рогами. А вот самочка, без рогов. А ну кыш отсюда, волосатые сосиски. Я тебе сейчас покажу, кто тут сосиска. Кусь тебя. Кусь тебя! Лошары, у меня кожа как у слона. Пойдем отсюда, парни. Он мне не нравится. О, это Рызи. Здоровые кошки. Давайте их дразнить. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Капец! Вот это кошак. Я его боюсь. Ммм, правильно делаешь. Еда, бойся меня. Ужас! Она меня едой назвала. Тикаем. О, смотри, Коржик. Это твои сородичи. Черные лисы. А вот и обычный лис. Ого, привет. Мы с тобой так похуже, только ты худой. Тут тебя не кормят? Нет, со мной все в порядке. У меня просто такое телосложение. Коржик, я смотрю твои видосы. Ты настоящий коварный лис, как и мы. Слышали, волчары? Только ты все-таки немножко трус. Ничего подобного. Я вон даже вот этого кошака не боюсь. Кстати, а кто это? Это Лев, царь зверей. Привет, Лева. Как дела? Животные тебя слушаются? Привет, парни. Все в порядке. А кто это с вами? О, ваше величество. Решите представиться для ваша коллега. Великий корк третий. Приятно познакомиться. Мишаня, привет. Тебе передали от нас мешок с яблоками? Да, Бодню Ганчик, спасибо. Очень вкусные яблоки. Пришли мне еще мешочек. Так, кто этого петуха выпустил? Слышь, лучше свали, а не то мы включим режим волка и тебе капец. Спасите, помогите. На меня напали ужасные волки и лисы. Так, так, так. А не ты ли та вкусненькая собачка, которая укусила меня за нос полгода назад? Ну да, это я. Че еще хочешь кошак вонючий? А вот сейчас обидно было. Я вообще-то не кошак, а кошка. В смысле? Ты не тигр, а тигра? Да, я тигрица. Капец. Ты цыпочка. Если я укусил тебя за нос, то ты в меня влюбилась? Я полгода ждала нашей встречи, и ты пришел за мной. Иди поцелуемся. Ну ладно, цыпочка, иди я тебя поцелую. Но я тебя в следующий раз заберу, у меня сейчас много дел. Я буду ждать. Бублик, это пападос, в тебя влюбилась тигрица. Ничего удивительного, это потому что я красивый рыжий волк. Только я тебя умоляю, бублиенция, не надо ее домой приводить, она слишком здоровая. Милый мой бублик, когда же ты придешь в следующий раз? Я буду так скучать. Дорогая, прости, но я вынужден тебе признаться, что у меня есть Каролина, и я ее люблю. Подлый изменник, ты только что со мной целовался. Папася, предлагаю свалить отсюда по-тихому, вечер перестает быть томным. Сейчас, подожди, я с Леопёртом поиграюсь. Леопёрт, Леопёрт, би-би-би-би-би-би-би. Я не понимаю этих хаски, то они кошаков не любят, то с ними целуются и играются. Мы забыли поздороваться с гигантской курицей, гигантская курица, привет. Привет, здоровая курица. А, это вы, вонючие псы, я с вами с прошлого раза не разговариваю. У вас что, мозгов не хватает понять, что я не курица, а страус? А вот тут чёрная лисица жила, которую мы вечно дразнили. А там сейчас живёт какой-то здоровый воробей. А у лисицы же какой-то лысый голубь парнем был. А я никуда и не делся, и я не голубь. Как по мне, так просто здоровый голубь. Ну что, бросила тебя твоя лисичка? Да, и жизнь моя теперь полна грусти. Рыжая сопля, если бы нас сейчас туда пустили, мы бы сожрали всех уточек. Это точно, папася. Я бы от уточки тоже не отказался. И напоследок пошли баранов попугаем. Здорово, бараны, гав, гав. Хе-хе-хе-хе. Гав? О, почему они меня не боятся? Не переживай, коржатина, они ж бараны, до них всё туго доходит. А ну, вон, видишь, испугался он тебя и ушёл. Так это значит, что я на самом деле очень коварный и опасный зверь, и меня все боятся? Я прошёл ваше испытание. Кажись, папася, нам придётся опять ему соврать. Конечно, коржик, ты очень опасный зверь. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча